Роза в саду И сегодня я хочу поговорить о нетрадиционных методах размножения роз Конечно, бывает безумно обидно потерять вот такие шикарные толстые побеги Полностью зеленые, прекрасно перезимовавшие Из-за того, что роза поломала снегом Но эти побеги можно пустить на черенки Я хочу показать вам интересный, нестандартный метод черенкования Черенкования подсмотрены на одном из американских форумов И благодаря одной замечательной женщине, увлеченному розоводу, живущей в Америке Ставшим известным и у нас в России Этот метод черенкования применяется в Австралии В коммерческих питомниках для размножения подвоев Хорош он тем, что позволяет получить очень большое количество черенков Очень маленький процент выпада И для наших условий он хорош тем, что позволяет использовать те ветки, которые мы все равно обрезаем по весне Ну и кроме того, он достаточно просто, не требует много времени А весной время, как известно, очень дорого Черенки для этого метода готовятся немножко не так, как при летнем черенковании Побеги лучше брать потолще Толщиной как минимум с карандаша, а лучше еще толще Вот такие толстенькие побеги годятся лучше всего Дело в том, что мы черенкуем без листьев И поэтому нужно, чтобы черенки имели достаточное количество сахаров Для того, чтобы выжать и питать корни первое время Именно поэтому также черенки мы делаем длиннее обычных Сантиметров 15-20 длиной Нижний срез делаем, как обычно, под почкой Верхний, для того, чтобы отличить, что это верх, а не низ Обычно где-то на расстоянии с серединки между двумя почками Внимательно следите, чтобы черенки были чистенькие, без следа инфекции Старые вот такие черешки листьев лучше удалять А если на черенках какие-то вот такие пятнышки с плесенью или еще что-то в этом духе Такой черенок лучше не брать В условиях повышенной влажности, где окажутся наши черенки Это приведет к развитию плесени Вот здесь побег погрызен мышами, поэтому он тоже не подойдет Получившуюся у нас кучку черенков мы заворачиваем в обыкновенную газету У нас получился вот такой сверточек, практически как шаурма Или в Америке это называется буррито Именно поэтому такой метод черенкования получил название черенкования методом буррито Получившийся наш сверток с газетой мы увлажняем водой Не мочите газету слишком сильно, она должна быть лишь чуть влажной Поэтому избыток воды, если он останется, должен обязательно стечь После этого наш сверток черенков во влажной газете мы помещаем в обычный пакет И вот этот сверток помещаем в доме куда-то в более-менее теплое место, но не слишком жаркое Идеальная будет температура в районе 18 градусов После этого мы наш сверток с черенками забываем где-то на пару недель И спустя недели-две лезем туда проверять, что стало с нашими черенками В лучшем случае уже через неделю черенки могут начать образовывать калус Но вот этот сверточек я сделал неделю назад Я думаю, что еще корней нет и калусы, возможно, тоже Давайте посмотрим Да, действительно, калус еще не появился, только почки пошли в рост Газетка еще влажная, можно ее дополнительно чуть-чуть увлажнить и убрать обратно Проверяйте ваш сверток примерно раз в неделю И после того, как появится калус, либо после того, как уже пойдут расти молодые корешки Это будет спустя примерно 2-3, может быть, 4 недели Вы можете ваши розы посадить Это будет уже время, когда в саду достаточно тепло Поэтому черенки можно будет посадить просто в грунт Способ этот хорош тем, что практически не занимает времени на подготовку черенков Кроме того, у вас будет очень маленький выпад Если вы будете, проверяя черенки, вытаскивать все то, что загнивает или не образовывает калуса У вас останутся только те в итоге черенки, которые гарантированно образовали корни Тонкий момент тут пересадка этих черенков в грунт Они могут почернеть уже после того, как образовали калус Поэтому лучше их не сажать в комнату Это достаточно сложно Нужно будет использовать нижний подогрев, тепличку В грунте черенки укореняются, как правило, лучше, чем в комнатных условиях Сажайте их, как обычно, поглубже, чтобы наверху торчала только одна почка И сверху ставьте какую-то мини-тепличку или обычную пластиковую бутылку Можно вытаскивать черенки по одному, по мере того, как они образуют калус И по мере роста корешков сажать их Самая большая привлекательность этого метода, конечно, во-первых, в том, что вы используете, так сказать, отходы Ведь все равно эти побеги вы бы обрезали Ну, а во-вторых, то, что весной, когда, как известно, время дорого Времени на черенкование практически не тратится Завернул в газету, в пакетик и забыл про них А уже попозже, в начале июня, когда будет побольше времени на розы Вы можете заняться посадкой, парничками и тому подобным Как вы, наверное, заметили, я не использовала никаких гормонов специальных для стимуляции укоренения На самом деле, конечно, лучше черенки предварительно замочить в растворе гетероауксина или корневина Но даже если у вас ничего по-другому нет, попробуйте положить розы в газету просто так Способ этот, по заявлениям достаточно сведущих розоводов американских Хороший именно тем, что позволяет укоренять даже те сорта роз, которые обычно очень сложно поддаются черенкованию Например, старинные Бывает, что вы решили зачеренковать розы, а может быть даже и не только розы И под рукой у вас нет стимуляторов укоренения гетероауксина или корневина Я хочу рассказать вам еще один рецепт американских розоводов Который применим, если у вас в саду, либо где-то недалеко от сада растут ивы Наверное, почти все из нас в детстве пробовали укоренять ивы и знают, что ивы укореняются очень хорошо В любой бутылке в течение буквально нескольких дней появляются корни Все дело в том, что все ивы содержат, во-первых, салициловую кислоту, то же самое, что аспирин, который служит антисептиком Ну и, во-вторых, вещество, которое является стимулятором укоренения Если мы эти ивы заварим в горячей воде, то полученным настоем можно пользоваться так же, как стимулятором укоренения Итак, расскажу, как делается так называемый ивовый чай Мы берем побеги ивы молоденькие, желтого или зеленого цвета, коричневые не годятся Но у меня на выбор две ивы, извилистые и обычные Извилистые мне, конечно, жалко, поэтому резать буду обыкновенную Нарезаем несколько побегов Полученные веточки мы режем на небольшие кусочки, где-то примерно около 3 сантиметров длиной Обязательно заметьте, в какой стороне находится нижний срез При заваривании чая это важно, поскольку через нижний срез стимуляторы высвобождаются наиболее активно Получившиеся палочки мы будем заваривать кипятком В саду первая весенняя гроза, а мы с вами не теряем времени Готовим раствор для наших черенков роз Итак, мы берем наши палочки ивы Помним, что нижние срезы должны оказаться опущенными вниз Ставим их в стакан И до половины высоты заливаем горячей водой В таком состоянии наши веточки ивы должны простоять сутки После чего настой можно использовать Для того, чтобы еще сутки настаивать в нем черенки роз Полученный раствор может храниться в холодильнике в течение нескольких дней Лучше всего использовать его в первые три дня По отзывам американских розоводов, такой раствор достаточно хорошо действует И при этом он абсолютно природный и натуральный, в отличие от химических препаратов Таким настоем, если сделать его достаточное количество, можно также и поливать посадки молодых роз Способ размножения отводками хорошо знаком тем садоводам, которые размножают таким образом различные плодовые и декоративные кустарники Этот способ применим и для роз, хотя почему-то применяется не так часто Сейчас я покажу, как делается отводка Этот способ особенно хорош для роз с гибкими побегами Очень хорошо удается он на плетистых и почвопокровных розах Способ размножения отводками хорош тем, что позволяет получить новое растение практически без риска выпада Нужно просто подождать, пока побег, который мы пришпилили к земле, укоренится Но этот способ не дает слишком большого количества новых растений Таким образом можно получить всего одно-два новых растений от маточного куста Хотя в условиях обычного сада среднестатистического, как правило, больше нам и не нужно Ведь мы не размножаем розы в коммерческих масштабах Итак, вот как делается отводка Вначале мы выбираем побег, который мы будем укоренять Он должен быть достаточно гибким, чтобы мы его могли пригнуть до самой земли Именно поэтому с почвопокровными и плетистыми розами способ удается лучше всего Согласитесь, у чайно-гибридной розы пригнуть такой побег практически невозможно Мы находим место, в которое мы будем пришпиливать побег И в этом месте либо рыхлим землю, либо, если у нас земля не очень хорошая Возможно, придется подсыпать грунт для того, чтобы она была рыхлой, легкой И новые корешки в нем хорошо распространялись Для того, чтобы наша отводка, вернее, укоренилась в том месте, где побег будет соприкасаться с землей Необходимо его повредить Нужно будет его либо подсарапать, чтобы повредить кору Либо сделать язычок Вот как это делается На том месте, где наш побег будет соприкасаться с землей Мы делаем небольшой надрез ножом вдоль коры Надрез не должен быть слишком глубоким, иначе наш побег при попытке его согнуть просто сломается в этом месте Просто надрежьте кору Дальше место надреза нам нужно обработать стимулятором корнеобразования В случае с отводкой удобнее всего пользоваться корневином, поскольку мы просто опудрим место надреза Постарайтесь, чтобы порошок попал именно внутрь надреза Если веточка тонкая, как у меня, то этого может быть достаточно сложно добиться Дальше нам нужно сделать так, чтобы наш надрез не закрывался Это особенно актуально, если ветка достаточно толстая и не очень упругая Для того, чтобы оставить срез открытым, внутрь нужно вставить какую-то маленькую щепочку Я буду использовать обычную спичку Поскольку веточка тоненькая, то и щепочку мы сделаем совсем маленькую Мы вставляем нашу щепочку в надрез и дальше будем внедрять нашу ветку в почву Теперь нашу веточку с открытым надрезом мы будем пригибать к земле И то место, в котором оказался надрез, должно оказаться под землей Мы присыпали нашу ветку землей, но если сейчас я отпущу руку, она вернется в прежнее положение Поэтому веточку нужно зафиксировать, для того, чтобы она не распрямлялась Это можно сделать камнем, либо какой-то вот такой шпилькой, например, который подойдет для веток побольше Но у меня, я думаю, будет достаточно небольшого камушка Теперь наша отводка готова и осталось только ждать результатов Обычно, если вы сделали отводку, например, как сейчас я, в конце июня Лучше подождать до следующей весны Тогда гарантированно ветка укоренится и даст уже достаточно хорошие корешки Для того, чтобы ее можно было отсаживать на постоянное место Этот способ хорош тем, что, в отличие от, например, черенкования, вы получите сразу достаточно крупное растение Ведь можно укоренить не такую крошечную веточку, как я, а более гораздо объемную И в случае с почвопокровной розой, например, у вас получится сразу маленький хорошенький кустик В отличие от черенкованной розы, которую придется еще годик подождать, прежде чем она дорастет до такого же состояния Все описанные мной методы позволяют получить корнесобственные розы И здесь возникает та проблема, над которой спорят очень многие розоводы по всему миру Какие розы лучше, привитые или корнесобственные? Конечно, привитая роза всегда сильнее, чем корнесобственная И гораздо быстрее дает декоративный куст Вот, например, вот этот куст сорта Раубриттер черенкованный, который я сделала Вот этой веточке, где-то около метра длиной, уже три года То есть пока черенок вырастет в нормальный взрослый куст, может пройти лет пять или шесть Согласитесь, ждать достаточно долго С другой стороны, корнесобственные розы позволяют сделать более долговечные растения Любая прививка – это всегда сращивание двух разных растений Всегда есть шанс, что пойдет некоторое отторжение тканей В случае, если прививка удачна, это отторжение идет очень медленно Если же что-то пошло не так, то даже удачно прижившаяся на первый взгляд прививка Со временем может отмереть Именно это приводит к тому, что привитые растения живут меньше по времени, чем корнесобственные Считается, что привитые розы живут в саду около 10, иногда 15 лет После чего куст погибает Именно от того, что постепенно идущий процесс отторжения прививки набирает, так сказать, обороты со временем Корнесобственные розы могут жить очень долго Есть экземпляры, которым более 100 лет, конечно, не в нашей полосе Но тем не менее, как правило, корнесобственной розе нужно гораздо больше времени Для того, чтобы нарастить полноценный крупный куст Плюс в первые годы корнесобственные розы гораздо нежнее привитых Корни у корнесобственной розы более нежные и более чувствительны к морозу Особенно молодые корешки Именно поэтому так велик процент погибания корнесобственных роз Именно поэтому так часто гибнут молодые черенки, даже прижившиеся летом Однако после того, как корнесобственная роза, если все будет удачно, наберет свою массу Наберет полную силу и нужный объем куста Она гораздо долговечнее, чем привитая Даже если погибнет надземная часть, от корней, от корневой шейки пойдут новые побеги В случае с привитой розой это будет шиповник, который останется жить Ну а у корнесобственной розы все, так сказать, свое И вершки, и корешки И поэтому побеги, которые пойдут от корня, будут, опять же, культурными Именно поэтому корнесобственные розы более долговечны считаются, чем привитые Для того, чтобы ваши корнесобственные розы хорошо росли и радовали вас в саду Очень важно в первые пару лет, после того, как вы их вырастите, обеспечить им более комфортные условия по сравнению с привитыми Обязательно, как следует, защищайте зону корней перед зимовкой Здесь поможет окучка, даже если вы не практикуете окучку на зиму для своих привитых кустов Получше их укрывайте, но при этом старайтесь, чтобы роза не выприла и не замокла Именно это также является очень частой причиной гибели розовых кустов Вообще, что касается вопроса того, что лучше, привитые или корнесобственные розы Вопрос, конечно, очень неоднозначный И споры вокруг этого вопроса ведутся очень давно В Европе и у нас, например, считается, что лучше привитые розы Они все-таки более устойчивы к нашим суровым российским реалиям и возможным неожиданным морозам А в США даже коммерческие питомники в большинстве своем предлагают именно корнесобственные растения Считается, что при таком способе размножения вирус мозаичности не передается Мозаичность Наиболее часто встречающиеся вирусные заболевания у роз, очень распространенные в США Симптомы проявляются обычно весной Листья приобретают характерную мозаичную окраску Пятна, зигзаги, полоски желтого цвета на листьях Летом мозаичная окраска может стать менее явной Помимо роз, вирус поражает яблони и другие разоцветные Очень часто вирус проявляется только на части растения Например, на какой-то одной ветке Некоторые инфицированные растения могут вообще не проявлять никаких симптомов заболевания Помимо необычной окраски листьев, розы выглядят угнетенными, меньше цветут, цветоножки укорачиваются Растение слабеет и больше подвержено вымерзанию зимой Ну и, конечно, для выбора черенкованной или привитая роза немаловажное значение, как всегда, имеет сорт Некоторые сорта очень хорошо черенкуются и их легко размножить этим методом Как правило, прекрасно удаются черенки на плетистых, почвопокровных розах Некоторых видах чайно-гибридных роз, особенно выносливых Но многие чайно-гибридные сорта и флорибунты черенкуются не очень хорошо Даже если черенки удаются, они слишком часто гибнут зимой Поскольку эти сорта более нежные в массе своей, чем те же плетистые и почвопокровные И поэтому чаще в первую зиму погибают либо от замерзания, либо от выпривания Эксперименты в собственном саду – это всегда необыкновенно увлекательно Пробуйте рассказанные новые способы размножения и пусть роз в ваших садах будет больше С вами была программа «Роза в саду» и я ее ведущая Ирина Махрова Смотрите нас на телеканале «Загородная жизнь» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин